Дворцы Петергофа, Зимний дворец и разводные мосты. Все это увидели руководители лучших ученических классов, которые победили в областном конкурсе. Наградой для учителей стала поездка в Северную столицу. Своими впечатлениями они поделились с Полиной Федюк. Северная Венеция. Город на воде. Баркарола Чайковского. Эту мелодию венецианских гондольеров Нина Казачкова вспоминает, начиная свой рассказ о Петербурге. Русский музей, Зимний дворец, разводные мосты, Невы. Все это теперь тема уроков в новом учебном году. Поездка в Северную столицу для учителя музыки – награда за участие в конкурсе «Лучший ученический класс». Поездка в Санкт-Петербург – это не только увлекательное путешествие для нас, это еще и обмен опытом. Где бы мы встретились только учителей области, вот именно там, в Санкт-Петербурге. Запомнился Петергоф больше всего. А там очень-очень красиво. Очень-очень красиво. Мы с тобой обязательно туда поедем. Дворцы Петергоф и его фонтаны Елена Кузнецова называют родным Версалем. Побывать в Петербурге для нее – учителя русского языка и литературы – все равно, что прогуляться по улицам героев Блока, Достоевского и Пушкина. И думал он, а сель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен. Чем больше учитель видит, тем больше он знает и тем больше он может преподнести своим детям. И я думаю, что учитель должен обязательно ездить, обязательно смотреть и применять это все на практике. Восьмилетняя дочь Маша маму к берегам Невы не отпускала. Теперь впечатлениями о Санкт-Петербурге исписана вся тетрадка второклашки. Там – Петербург. Да, Петербург. С Большой Бургой. Ну, а Паша? Для 135 учителей области туристическая поездка превратилась в курс обмена профессиональным опытом. Конкурс «Лучший ученический класс» нужно обязательно продолжать, уверены и ученики, и педагоги. Я поддерживаю инициативу Володина. Такие конкурсы нужны, такие конкурсы нужно организовывать. И, конечно же, поездки учителей не только в Санкт-Петербург должны осуществляться, но и по направлению каждого предмета. Я музыкант, и мне бы хотелось, конечно же, побывать на родине композитора Глинки. Село Новоспасское, Смоленская область. Вот такая необычная мечта у саратовской учительницы музыки. Полина Федюк, Вадим Лысов, Павел Криклевец. Вести Саратов.